По окончании недельного музыкального марафона организаторы «Новой волны» поделились с журналистами впечатлениями о прошедшем конкурсе на пресс-конференции. Было отмечено, что август – самый удачный месяц для проведения музыкального фестиваля. Об этом свидетельствуют всевозможные рейтинги и посещаемость концертов. Она превысила все ожидания. Глава Сочи Анатолий Пахомов также подчеркнул, что «Новая волна» – это престижное для города мероприятие. Конкурс известен во всем мире. Его трансляция с видами Сочи на федеральном канале в течение года – дополнительная реклама курорту. «Для города это очень престижный конкурс. Новая волна в городе Сочи – это стало просто приоритетным мероприятием. И, естественно, и жители города Сочи ее очень сильно полюбили». Зрители у экранов телевизора и в концертном зале видели уже итог работы большой командой, в которую вошел и город Сочи. Но многое осталось за кадром. Это безопасность, благоустройство, праздничное оформление, работа транспорта – все это было на контроле городских служб. В канун закрытия волны на Южном Аллу прошел большой бесплатный концерт. Его посетили более пяти тысяч зрителей. 16-метровую сцену и оборудование для живого концерта тоже обеспечил город. «За эти годы, конечно, у нас сложились действительно с городом и лично с руководителем города очень теплые отношения. Такого, конечно, отношения в Юрмане не было никогда. Мы все время что-то делали вопреки. И, конечно, приобретя здесь, надеюсь, постоянное место прописки, нам уже комфортно здесь. Мы понимаем, что нам здесь рады». Напомню, в этом году в конкурсе участвовали 13 исполнителей из 11 стран. Победителем «Новой волны» стала представительница страны-дебютантки фестиваля Албании 18-летняя Инесс Незири. Также на пресс-конференции назвали имя самого стильного участника конкурса. Им стал исполнитель Тарас из Украины.